Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Накцов. Федеральная резервная система нашей страны повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, то есть сейчас 5,25% или 5,5% годовых. Как пишет Reuters, это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. По итогам вчерашнего заседания ФРС базовая ставка выросла до максимума за последние 22 года, отмечает New York Times. При этом регулятор не исключил дальнейшее повышение базовой ставки. В марте 2022 года, после двух лет почти нулевых ставок, ФРС начала повышать уровень базовой ставки. К маю 2023 года этот показатель вырос до 5,25%. В июне регулятор приостановил это повышение. А Джером Паул, председатель ФРС, объяснил этот шаг на пресс-конференции, и надал несколько намеков на то, что наш Центральный банк думает о своих следующих шагах. Основные выводы вчерашнего заседания ФРС и пресс-конференции Джером Пауэлла. Первое. Федеральная резервная система, как и ожидалось, повысила процентные ставки на четверть пункта. Второе. Официальные лица оставили дверь открытой для будущих изменений ставок. Третье. Но лица, определяющие политику ФРС, были осторожны и не устанавливали темпы, масштабы или говорили о каких-то планах. Четвертое. Мы не принимали никаких решений о будущих встречах, прямо и откровенно сказал Паул. Также, в-пятых, Паул сказал, что он по-прежнему ожидает замедления темпов роста рынка труда, несмотря на хорошие новости о том, что рынок до сих пор оставался устойчивым к повышению ставки ФРС. Далее. Паул также отметил, что экономисты ФРС больше не ожидают рецессии в конце этого года. Раньше они предсказывали возможность такой рецессии. В целом, южное заседание показало, что ФРС пытается сохранять свои возможности открытыми в условиях неопределенности в нашей экономике. Инфляция, наконец, снижается, но еще слишком рано объявлять о победе. И чиновники хотят видеть больше доказательств, прежде чем они поддержат политику сохранения существующих ставок, а может быть даже ее снижения. Комментарии Паула оказали кратковременное влияние на финансовые рынки. Standard & Poor's 500 упал примерно на 0,4%, но концы дня рынки показали рост. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Как мы воспринимаем экономику, американскую экономику? От чего зависит наше отношение к экономике? Ну, вполне можно ответить на вопрос так, что это зависит от того, как экономика относится к нам. В общем-то, можно говорить о том, что мы воспринимаем экономику на двух уровнях. Это наш личный уровень, микроэкономический. Это уровень нашей семьи, родных, близких, знакомых, детей, тех людей, кого мы знаем. Это наш микроэкономический уровень. Ну, а есть макроэкономический уровень для нас с вами. Безусловно, это то, что сообщает нам пресса, то, что мы слышим из Белого дома, то, что заявляет Федеральная резервная система, министр финансов и так далее. То есть это высокий и далекий от нас уровень, который можно определить как макроэкономический уровень. Но, безусловно, у каждого из нас своя микроэкономика, свои обстоятельства, своя жизнь, и складывается она, безусловно, по-разному, индивидуально. Но когда мы говорим о том, что происходит в нашей стране, нам, конечно, следует обратить внимание на то, что пишет специальная пресса, что говорит статистика. И, а сейчас, на мой взгляд, ситуация начинает меняться к лучшему. Если спросить, допустим, американца еще в течение последних двух лет, как он воспринимает экономику, то опросы общественного мнения говорили о том, что как раз американцы были недовольны тем, каким образом администрация Байдена руководила экономикой. Причем, конечно же, руководила это некий условный термин, потому что, как мы с вами знаем, наша экономика капиталистическая, и какого-то прямого конкретного воздействия ни одна администрация на экономику оказать не может. Но опосредованное воздействие, безусловно, и с помощью регулирования первичной учетной ставки, и с помощью фискальной политики, и с помощью любых других мер. Так вот, американцы в среднем показывали, что они недовольтворены тем, каким образом президент Байден управляет американской экономикой. Подчеркну, опять-таки, при всей условности этого термина управляет. И когда американцев спрашивали, как они видят американскую экономику, или как они видят нашу страну, то большинство американцев говорили, что страна стоит на неправильном пути, и вот хотелось бы, чтобы она встала на правильный путь развития. Но вот сейчас, последние два месяца, советники президента с осторожным оптимизмом надеются на то, что ситуация вот-вот изменится. Изменится в отношении американцев к тому, каким образом правительство Байдена заботится об американской экономике. И одна из ключевых причин, с учетом того, что инфляция, наконец, снизилась, заработная оплата работников в нашей стране теперь растет быстрее, чем цены. Во время большей части правления администрации Байдена инфляция росла быстрее, чем доходы. Это означало, что большинство американцев становилось беднее, даже когда экономика росла, а безработица падала. Но теперь все изменилось, или, точнее, меняется. Отчеты Бюро статистики труда на прошлой неделе показали, что доходы в июне с поправкой на инфляцию были выше, чем тот же момент в прошлом году. Это происходит уже два месяца подряд, после двух лет, когда инфляция превышала рост заработной платы. Разворот происходит из-за того, что опасения по поводу рецессии на данный момент также ослабли, поскольку такие банки, как Goldman Sachs, снизили свои прогнозы спада. А именно, главный экономист Goldman Sachs Ян Хацус заявил в 17 или в понедельник, что банк снижает вероятность начала рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 20%, с более раннего прогноза в 25%. Основная причина нашего прогноза заключается в том, что последние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии, сказано в исследовательской записке в банке Goldman Sachs. Рыночные ожидания так называемой жесткой посадки, сценария, при котором повышение процентной ставки Федеральной резервной системы приводит экономику к рецессии, недавно были опровернуты данными, свидетельствующие о замедлении инфляции потребительских цен и цен производителей в июне. Замедление инфляции, вероятно, приведет к более мягкой денежно-кредитной политике в будущем. Экономисты предупреждают, что эта тенденция является относительно новой, и нет никаких гарантий, что она сохранится в будущем. И эксперты спорят о том, что именно движет настроением избирателей в отношении экономики. Но опросы о настроении потребителей, которые провел на днях Мичиганский университет после нескольких месяцев поразительно негативных результатов, наконец-таки показали совсем другие результаты в июле. Положительные результаты, позитивные результаты вскоре после того, как заработная плата среднего американца с поправкой на инфляцию начала расти. Последние несколько месяцев мы видели, как заработная плата начала побеждать инфляцию. И это произошло, когда мы стали отмечать некоторые улучшения настроения потребителей. Это сказал вчера Джаред Бенстайн, председатель Совета экономических консультантов Белого дома. И он добавил, что он был сосредоточен на отслеживании заработной платы с поправкой на инфляцию. Но это относительно новая тенденция, поэтому я осторожен в прогнозах. Позитивное развитие событий происходит на фоне экономического оптимизма Белого дома, которым президент пытается воспользоваться, отправившись в Тюрне, рекламируя свою байденомику. Да, теперь уже появился такой термин экономика Байдена, байденомика. Здесь можно вспомнить и экономику Рейгана, регономика, и об амономику. Вот у нас уже есть байденомика. И об отличительных чертах именно его экономики мы с вами еще и поговорим. Итак, информационная компания администрации сосредоточена на многочисленных показателях экономического здоровья. А именно, рекордно низкий уровень безработицы, устойчивый экономический рост, растущий фондовый рынок и взрывной рост в создании новых малых бизнесов. Однако эти тенденции сохранялись на протяжении большей части президентского срока. Но ни одной из них не хватало, чтобы преодолеть встречный ветер, вызванный самой высокой инфляцией за последние четыре десятилетия. Опросы, проведенные в этом месяце Fox News, Economics and You Go, а также Reuters Abses, показали, что большинство избирателей не одобряли действий Байдена в экономике. И согласно одному относительно недавнему опросу, более 60% американцев не одобряли того, как Байден справлялся с инфляцией. Хотя, подчеркну, согласно опросу университета Манмута, это университет в Нью-Джорси, публикованному в среду прошлую, он получал более высокие оценки по рабочим местам и безработице. И опрос показал, что только трое из десяти считает, что экономика Соединенных Штатов восстанавливается после пандемии лучше, чем в других странах. Низкий уровень безработицы, который в первую очередь полезен для более бедных работников, пытавшихся найти работу, не приводил к популярности Байдена, поскольку величина заработной платы влияет гораздо больше на широкий круг населения. И об этом говорят все американские экономисты, в том числе Даррен Грант, экономист из университета Сэма Хьюстона, в июне этого года публиковал анализ, который показывает, что 46 лет исследования экономики Соединенных Штатов сравнивают с их макроэкономическими данными. И вот там он сделал вывод, что снижение заработной платы с поправкой на инфляцию, как он пишет, объясняет большинство настроений публики, когда речь идет об экономике. Итак, инфляция, инфляция и еще раз инфляция в соотношении с реальной заработной платой американцев. Выгоды от тесного рынка труда получает относительно небольшая часть населения, это утверждает Майкл Стрейн, экономист из Американского института предпринимательства, придерживающегося консервативных взглядов. В отличие от этого, как он пишет, инфляция влияет на всех и снижает покупательную способность заработной платы и дохода каждого американца. Тем не менее, есть некоторая надежда администрации на горизонте, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки, чтобы охладить экономику, а рост цен снижается. Инфляция, внимание, снизилась до 3% в годовом отчислении по сравнению с 9% в прошлом году или на наименьшую величину с марта 2021 года. И отмечу, что 2% инфляции считаются нормой для растущей экономики, и именно 2% инфляция – это целевая инфляция для нашей Федеральной резервной системы. Это очень важный момент. Теперь, если мы сопоставим тот путь, который прошла наша экономика, и то, что сделала Федеральная резервная система для снижения инфляции путем повышения учетных ставок, то мы с вами отметим, что от 9% до 3% – это снижение в 6%. И теперь остался еще один процент с 3% до 2% до того момента, когда Федеральная система изменит свою политику и перестанет повышать учетные ставки. Это будет означать, что угроза рецессии, которая возникает всегда, когда постоянно повышается учетная ставка, она попросту уйдет с нашего горизонта. Когда мы выйдем на отметку 2%, но об этом говорить чрезвычайно рано, и об этом, конечно же, никто не говорит. Так вот, почему все-таки, когда экономика развивается и растет, она сопровождается инфляцией, и почему 2% инфляция считается нормой? Так вот, экономическая история гласит, что цены в конечном счете зависят от спроса и предложения. При сильном росте экономики спрос на товары увеличивается, компании вынуждены привлекать новых сотрудников более высокой зарплатой, поэтому растут цены. Более того, появляются на рынке новые товары, новые виды услуг, которые в сравнении с теми, которые были до этого, дороже. Мы с вами знаем, что, как правило, новые товары, которые обладают большими потребительскими свойствами, они дороже, чем те товары, которые были до этого. Это эти факторы, и они определяют то, что в период растущей экономики растут цены. То есть инфляция является естественным спутником растущей экономики. Вопрос заключается в норме инфляции. 2% – общепризнанная норма, во всяком случае, для американской экономики. Повышение заработной платы также замедлилось, хотя не так сильно, как цены. В результате заработная плата с поправкой на инфляцию в июне выросла на 1,2% в годовом исчислении, и это происходит уже второй месяц подряд. Согласно июньскому сообщению в блоге Совета экономических консультантов Белого дома, для работников частного сектора заработная плата с поправкой на инфляцию теперь, наконец-таки, выше, чем она была до пандемии. Пандемия – это, безусловно, серьезнейший рубеж, когда мы говорим о развитии американской экономики. «Наша администрация работает над тем, чтобы американский народ знал, как ему помогает программа президента», заявил на брифинге Майкл Кикукава, представитель администрации Белого дома. И он продолжил. «Американцы выбирают экономическую политику, которая способствует развитию экономики от центра к центру и снизу вверх, а не экономическую политику республиканцев в Конгрессе. Несмотря на это развитие, все еще предстоит серьезная большая дорога, чтобы наверстать упущенное. Джейсон Фурман, который был главным экономическим помощником президента Барака Обамы, обнаружил, что заработная плата с поправкой на инфляцию все еще сейчас на 3-5% ниже, чем она была до пандемии. И рабочие только сейчас начинают добиваться прогресса в преодолении этого разрыва. По словам Фурмана, может потребоваться время, чтобы эти тенденции отразились в вопросах общественного мнения, поскольку американцы склонны оценивать свое экономическое положение относительно своего положения в прошлом году. То есть метод сравнения. Этот метод абсолютно справедлив. Да, действительно, каждый из нас сравнивает свое экономическое положение сейчас, сегодня, с тем, которое было вчера. Ну и, кстати, для нашей страны, не только для нашей страны, характерно еще и другое, когда взрослые дети оценивают свое экономическое положение в сравнении с экономическим положением своих родителей. И это одна из причин, почему среди многих американцев сейчас существует и характерное для них пессимистическое настроение, потому что впервые за многие-многие десятилетия сегодня американские дети зарабатывают меньше, чем свои родители, и их уровень жизни в целом ниже. Это как раз характерно для нашего времени. И есть, на мой взгляд, еще один очень интересный момент, который характерен, опять-таки, для американской экономики сегодняшнего дня. Rockets and feathers. Ракеты и перышки. Так экономисты называют изменения цен на некоторых неконкурентных рынках. То есть, когда производственные затраты и компании по какой-либо причине растут, цены, которые не взываются у своих клиентов, взлетают как ракета. Rockets. Когда их производственные затраты снова снижаются, их цены падают, но очень медленно, как перышко. Пример, который может привести большинство из нас, это розничная цена на газолин. Вот это, на мой взгляд, интереснейший термин, который мы с вами запомним. Ракеты и перышки. Цены взлетают вверх, как ракеты, а снижаются плавно, как перышки. Так вот, сегодня отмечен очень интересный момент, что производственные издержки для американских компаний начали снижаться самым серьезным образом. При этом снижение издержек американских компаний не отражается в снижении цен, которые предлагают эти же компании. То есть, сейчас идет погоня за прибылью, а может быть и сверхприбылью. Насколько это явление будет продолжено в будущем, об этом говорить сложно. Вполне возможно, что через некоторый промежуток времени ступит период стабилизации, когда снижение производственных расходов будет отражаться в снижении розничных цен, оптовых и розничных. Но пока этого процесса нет. То есть, внутри американской экономики, внутри производственного сектора идут очень важные процессы стабилизации, снижения производственных издержек, пока они еще не отразились на потребительских ценах, на потребительских рынках. И вот все эти тенденции, которые мы с вами отмечаем, они характерны для нынешнего периода развития американской экономики. И если мы говорим о неких результирующих показателях, то, на мой взгляд, можно обратиться к прогнозу Goldman Sachs, который заявил о том, что по их прогнозам вероятность рецессии снижается. Для такого серьезного инвестиционного банка это заявление чрезвычайно серьезное. Если еще недавно они говорили о том, что вероятность рецессии в течение 12 месяцев 25%, сегодня они уже говорят 20%. Важнейший интегральный показатель вероятности будущей рецессии. На этом, дорогие друзья, я остановлюсь. Подошло время нашего небольшого перерыва, и вы можете задуматься о том, каким образом американская экономика реально отражается на вашем образе жизни. Какой ваша жизнь стала в этом году, по сравнению с той, которая была в прошлом году, или, скажем, в прошлом, по сравнению со временами пандемии. То есть поговорим вначале о нашей микроэкономике, а потом, ну, конечно же, затронем и макроэкономику. Перерыв.